В Щелкове на паркете манежа универсального спорткомплекса Подмосковья в минувшую субботу состоялась игра 16-го тура западной конференции париматч высшей лиги по мини-футболу России. С хозяевами поля, щелковским «Газпром Бурения» встречались футболисты из Нижнего Новгорода. Первая половина матча прошла в нарастающих атаках «Газпромовцев». Уже на четвертой минуте был забит первый мяч. Ворота противника поразил Евгений Балдин. Затем Роман Аносов и Никита Илько увеличили разрыв. На перерыв команды вышли со счетом 3-0 в пользу наших футболистов. Мы совершенно уверенно вели игру и очень много забили. Еще большое количество мячей не забили. Потому что нужно было немножко поменять психологию. Забили те футболисты, которые давно не забивали. То есть я думаю, что это все будет на руку нашей команде. Во второй половине матча щелковцы играли также технично и результативно. За первые 10 минут счет увеличился на три гола. Два забил Евгений Казаков и один Александр Давыдов. Нижегородцы после такого разгромного результата перешли к несколько рискованному варианту игры и пытались создавать перед воротами противника количественное преимущество, выводя своего вратаря далеко вперед. Но это не принесло желанного результата. Даже наоборот. Через все поле мяч вкатился в пустые ворота. Правда, один гол нижегородцы все-таки отыграли. А затем опять пропустили. Итог встречи 7-1 в пользу «Газпромбурения». Команда преподала нам еще раз урок. Показала, как нужно качественно играть, как двигаться. Несмотря на достаточную легкость, эта победа для наших футболистов в психологическом плане достаточно важная. До этого в первенстве «Газпромовцы» имели подряд три ничьих. Теперь же впереди их ждет небольшой отдых. Следующий матч пройдет 30 января с командой «Алга» из Уфы. Андрей Цеханович, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.